Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, все-таки немножечко об инвестициях. Вы знаете, что я недавно говорил, что решил устроить себе небольшой отпуск. И что было с моими, в общем-то, инвестициями. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Ну, давайте посмотрим, что было с моими инвестициями. Как они себя чувствовали. Я просто уехал в отпуск, потому что, ну, надо отдыхать иногда. Очень хотелось нам съездить в Финляндию. Но, вы знаете, я тайно надеялся, что, в общем-то, если есть виза, а у нас есть виза, то можно как-то с визой проехать. Может быть, там есть какие-то пути. Ну, официально вроде как закрыта граница. Но, как-то вот, думаю, что, может быть, там просто втихаря пускают. Вот. Поэтому это, во-первых. А, во-вторых, ну, в Финляндии нам больше всего нравится природа, естественно. Поэтому мы поехали практически в Финляндию. То есть, ну, Выборг и Петербург решили посмотреть. Поездка была небольшая. Отчет о поездке вы увидите. Вон там ссылочка будет. Я создал новый канал про путешествия. И сейчас я уже вот, ну, три дня монтировал эти видео. Несколько штук. Отчет просто по тем местам, по которым мы ходили. Я думаю, что, может быть, многим понравится. Зайдите туда, подпишитесь на канал. И поставьте лайк. Потому что, ну, для меня это важно. Канал только-только я начал вести. Там просто чисто такое вот, ну, эстетическое удовольствие тем, кто был в Питере. А о финансах, про путешествия я расскажу в другом видео. Ну, а сейчас то, что у меня было с финансами на момент отъезда. На момент отъезда я ничего не делал. В последнем, ну, в одном из последних видео я рассказал, что я немножечко перетасовал портфель свой. Ну, мне нужны были деньги вывезти. Там дочь строит дом. Ей потребовались деньги. И я в связи с этим вывел весь кэш, который был у меня на счетах. И немножечко перетасовал портфель. Вот, в сторону, в сторону фармацевтических и биотехнологических компаний. Вот, ну, это было на американском рынке. На российском рынке у меня ничего не изменилось. Значит, по-прежнему у меня Россия 28. Так, вот, смотрим вот сюда. Она никуда не ушла. Я ничего не делал с нею. Вот, что дальше? Это самая большая доля, 35-36%. Полюс. Вот, смотрим на Полюс, золотодобывающая компания. Сегодня она немножечко опустилась. Но вот, на момент отъезда она была, вот, она продолжала расти, золотодобывающая компания. Полиметалл аналогично. Газпром, ну, начал расти, слава богу. Яндекс аналогично, непрерывно рос в последнее время. ГМК Норникель, та компания, которую я хотел бы докупить, но пока нет денег, будут деньги, докуплю. АО-система, вот, она тоже росла. Вот, сегодня она выросла резко, очень и сильно. Почему? Потому что Россия, ну, как бы, там, государственная регистрация вакцины прошла против COVID-19. И выпускать ее будет компания, которая принадлежит компании Система, АО-система. Поэтому акции Системы выросли сегодня буквально, потому что, ну, на этой новости. Распадская, ну, уже приблизилась к уровню покупки, то есть вернула всю свою стоимость. Сургут нефтегазпрефы превысил, наконец, уровень покупки, потому что, ну, это доллары. А доллар сегодня упал, кстати. Аэрофлот держу, просто и жду. Вот, в убытке. Новотек начал расти, тоже в убытке пока еще. Лукойл пока в убытках начал расти. Татнефть начала расти. Мейл.ру я купил немножечко с опозданием. Вот здесь вот, ну, буквально на хаях. Он еще немножечко подрос, но, как бы, рост небольшой. У меня Газпромнефть аналогично нефтяным компаниям. Из интересного, вот она, последняя компания, это Обувь России. Сегодня она скакнула вверх. Там, по-моему, было объявлено о выплате дивидендов. Вот. Что на СПБ? Там есть немножечко изменения. Я не знаю, рассказываю я об этом или нет. Эли Лили Энд Компани несколько понизилась в цене, но я держу, потому что они, вроде бы, будут производить вакцину. Это одна из компаний, которая будет заниматься производством вакцины. Экселиксис, тоже фармацевтическая компания, она упала. Вот. Ну, у нее ряд лекарств, которые находятся на третьей фазе испытаний. Там я об этом уже, кажется, говорил в прошлом видео. Сина Корпорейшн, китайская, стоит на месте. Тинькофф. Тинькофф вырос в последнее время и сейчас находится на максимумах. По идее, можно фиксировать прибыль, но я пока не тороплюсь. Мэйсис вырос. Я держу. Найк. Очень здорово вырос. Буквально вот вчера, сегодня. Так, Найк. Алексион Фармацевтиклс падает. Держу. Потенциал огромный. Пфайцер. Ну, подрос. Вот до того момента, до тех уровней, на которых я их купил практически. Ну, я держу. Боинг. Держу. Перспектива. Сейчас, в общем-то, уже в безубытке. Тата Моторс. Индийская компания. Я уменьшил здорово ее портфель, но держу. Она сейчас в прибыли. Это компания, которая вот владеет Ровертом, Ягуар. Английскими марками. Advanced Micro Devices. Он здорово вырос. Недавно. После того, как я его купил. Ну, то есть, он вырос. Я его купил. Он еще вырос. Сейчас немножечко опустился. Cisco Systems. На тех уровнях, на которых я купил. Reato Pharmaceuticals. Сегодня здорово грохнулось. Ну, наверное, там что-то у них какая-то неудача с очередным лекарством. Xilinx. Находится. Ну, наверху я держу. Там, в общем-то, сумма небольшая. И Ionis Pharmaceuticals тоже очень здорово упала. Вот такие биотехнологические компании. Они достаточно волатильные. Они могут падать. Могут очень сильно расти. Ну, вот, если вы хотите на что-то обратить внимание, посмотрите. Вот Reato Pharmaceuticals на хороших уровнях для покупки. И Ionis. Но, опять же, смотрите внимательно за этими компаниями. Что это за компании? Это биотехнологические. Они очень-очень волатильны. Ну, а что касается индексов, то, когда я уехал, у меня была незавершенная стратегия. Я просто взял и уехал. Поставил там какие-то стопы. Я надеялся, что индекс РТС упадет. Что индекс РТС упадет. И он упал. Вот здесь. Вот он упал. И я получил прибыль. Очень хорошая. То есть я уехал, ни о чем не задумываясь особо. Вот. И мне подвратило он... А, он упал еще вот здесь. Вот. Он упал вот здесь. И в результате у меня оказались акции, вернее фьючерсы на индекс РТС. Сейчас проданные. Проданные по цене 100... Я уже не помню по какой цене. Вот. Проданные. Я их держал. Я их ничего с ними не делал. Думаю, ну, проданные, проданные. Пусть он дальше падает. И он дальше падал. Вот. Сейчас я зафиксировал прибыль. И дальше ожидаю снова падение. Но вот индекс сейчас вырос. В данный момент у меня стратегия направленная на то же падение. Вот если он упадет вот до сих пор, то я получу, ну, в общем, очень хорошую прибыль. Я вполне считаю, что он может упасть за следующие два дня, скорректироваться. Но, опять же, здесь дело такое. И я все планирую сделать робота, который будет автоматически мне двигать позиции, как-то сигнализировать. Но пока это все в разработке. Что еще я могу сказать? А могу сказать я следующее. Про плен... Ноты. Но, наверное, я уже об этом расскажу в следующем видео. Там, ну, достаточно много интересных событий происходит. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.